Ну что, мои дорогие друзья и товарищи, мы действуем по уже разработанной модели, то есть я сначала прочитал мангу и написал большое, записал большое видео со всеми, соответственно, 40-минутное видео получается, да, полностью большое 40-минутное видео, в котором прочитывал эту мангу в прямом эфире, реакции естественные делал и все такое, да. Там везде спойлеры, там смотреть можно, не всем, если не хотите, а если хотите, можете вместе со мной так условно пройтись по сюжету, по основным картинкам, если вы не собираетесь читать эту мангу. Ну, в общем, что я могу сказать. Инуясики, отличное произведение про дедушку, дедушку-робота, дедушка-робот просто милаха, милый-милый, милый, замечательный дедушка, наивненький, глупенький, но милый, замечательный дедушка, позитивный, хороший персонаж. Его оппонент, другой робот, молодой, молодой, умственно неполноценный дегенерат-хер, да, вызывает только негативные эмоции, потому что он дебил малолетний, короче, ну ладно, бывает такое, что персонажи малолетние дебилы, в этом нет ничего плохого, все хорошо, позитивно оцениваем. Рисовка, мое почтение, высочайший класс, что еще отлично. Сюжет неплохой, взаимодействия персонажей неплохие, там, изменения персонажей более-менее проработаны, хотя с Хироу не всегда понятно, с хуя ли у него там настроение меняется, где там у него карта когда ляжет. Ну, да ладно, в принципе, это произведение читается довольно быстро и легко, оно заслуживает того, чтобы вы его так вот прошли, прочитали, потому что вы прочитаете его часа за 2, 3, 4, наверное, да, хотите какое-нибудь там быстрое приключение интересное, да, так скажем. Вот самое то для вас, читайте эту мангу. Что еще можно заметить? В принципе, все хорошо, друзья. Дальше идет видео со спойлерами, напоминаю, да, дальше со спойлерами. Мы полностью рассматриваем весь сюжет, комментируем некоторые события, которые там происходят, если хотите, можете посмотреть со мной дальше, ну и вот, там будут спойлеры, здесь спойлеров нет, рекомендую к прочтению, очень рекомендую, вот так вот. Приветствую, друзья, начинаем, в общем, читать мангу Инуесики. В общем, смотрите, у нас здесь главный герой пока что дед, но пока мы видим деда в начале, вот цветные картинки красивые Инуесики, соответственно, автор Харои Оку, вот там машина, вот их семья, вот они приехали, это я уже прочитал. Так, ну и вот, ну и вот они, вот они прекрасные, нашли дом, просто потрясающе. Папа, ты постарался на славу, а вот и точила, подъехала. Доброе утро, яоды. Ну, короче, дед копил на дом, и они переезжают, типа, история шада. Ну, что-то пока все деды шпыняют, ничего особо пока интересного не происходит, сейчас посмотрим, сейчас вот, сейчас, сейчас, вот, сейчас начнется. И заводят собаку, вокруг происходит какая-то херня, а дед боится. У деда еще и рак желудка в комплексе, тут, да, какая-то хуйня упала сверху, вот они сейчас, с челом, вот сейчас, сейчас, сейчас покажу. Вот они с челом с этим стояли, чел, это он его уже видел, но чел просто стоит, дед-то плачет, он от рака желудка умрет, и он вообще не знает, что там с ним случится. Просто потому, что, да, родственники как отреагируют, им вроде вообще насрать на него, честно говоря. Ну вот, да. Какие-то, блядь, инопланетяне прилетели, были уничтожены тела двух представителей и разумной расы этой планеты, чё, сейчас. И тело деда изменилось до неузнаваемости, типа, после приземления ебучих инопланетян. Чего, чего началось-то? И после этого у деда уже не болит ребро, бедро, и линз в очках нет, и он всё нормально видит, вот это да. Об деда ломаются иглы, когда у него анализы пытаются взять. У него из руки парток, что выходил, чё-то происходит, короче. Бля, дед-робот. Дед теперь робот, смотрите, лол. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, чего? Чего, блин, происходит, дед стреляет, чего? Дед разорвал своё ебало, смотрите, вуп. Открыл на кнопку, нажал, у него лицо разобралось, воу-воу. Бля, хуя-хуя, честно говоря. Ладно, нормально, очень хорошо заходит. Очень хорошо заходит, весело. Рисовка хорошая, ещё плюс ко всему и такие трюки прикольные. Ладно, считаем-с. Вот гопота пришла бить бомжа. Бомж сидит там, скучает. Ему жена второй шанс дала. Этот Мадао лежит там, короче. Весь плачет. А дед гуляет, дед гуляет, да. Гопники что-то бьют его и сжигают. Что за хуя-та? Ну, дед, конечно, заступиться решил за пацана, короче. Бомжа, очевидно. Они фейерверками кидались в бомжа всё это время. Сейчас деда фейерверками целится. Вот дают. Деда забили временно, но сейчас начнётся. У деда там какие-то мега-очки появились. Супер-мега-очки. Ну, автонаведение нормально сработало. Он, короче, их всех заснял. Вот это я понимаю. Всех заснял и распознал. И вылил информацию, короче, выдал. Дед рад, что спас жизнь человеку. Вот такой вот он весёлый. Теперь арка школьника. Теперь школьник. Короче, краткий пересказ. Мир полон бессердечных людей. Мотивация персонажа такова. Окей. В общем, он показывает своему другану, что он робот. Короче, вот. Чел какую-то хуйню сделал. Убил ворону. Мальчик этот, да-да. Сделал аварию. Там ещё что. Телевизоры что-то поколдовал. Какая-то херня, короче. Пацан явно не в себе. Очередной Кира. Только уровня школьника, видимо. Да, совершенно. Ну, ладно. А вот, что у него внутри, смотрите. Опа, у пацана-то. Ну, у деда, видимо, то же самое. Ну, ладно. Красиво нарисовано. Красиво нарисовано. Уже хорошо, да? Бля, чел в дом ворвался этот и убил тётку. Нифига себе. Там мужик в итоге ещё в этом доме с мальчиком маленьким купается. Бля, ну да, японцы вместе купаются, если что. Да, есть такая весёлая традиция, когда японские папы купаются с японскими детьми. Ну, вы знаете, эти японские традиции с принятием совместных семейных ванн. Да, 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 да. Можете спросить у меня Шадов, а они точно японские? Меня в детстве так же делали. Ладно, шучу. Всё, поехали дальше. Ну, в общем, чел убил и отца, и ребёнка, и мать всех убил. Молодец. Стрелок хороший. Как минимум. За что мы можем его похвалить? Отлично. Стреляет. Стреляет точно. Ну, короче, оказалось, что пацан просто тупо маньякич. Вообще, тупо маньякич убийца. Причин особо у него на это никаких нет. Он просто маньяк. Просто маньяк. Смиритесь. Вот он был обычным челом, ничего не мог сделать. А оказалось, что он маньячел, и всё хорошо. Можно мочить людей. Вот и дед услышал, что происходит. Нечто неладное непосредственно. Что там чел, он поймал девчонку ещё из этой семьи. Теперь её мучает, там, рану ей на руке сделал. Рассказал, что всех убивает. И разговаривает с ней про ванпис, блять, вообще-то. Про ванпис. Это что может быть мучительнее, да, непосредственно? Дед не успел, кажется. Дед не успел. Надо было быстрее торопиться. Дед вообще как-то тормозил всё это время. Но, ну, вот он пришёл, и девочка мертва. Ну, дед, соответственно, увидел все трупы, все убиты. Он, короче, в шоке. Он не успел никого спасти. Ну, вот такое вот бывает. И вот он видит пацана. Пацан улыбается. Ну, как улыбается? Он вот так вот. Вот так вот смотрит на него. Ну, бывает, бывает всякое, конечно. Почему бы, почему бы просто не посмотреть на человека вот так? Вот нормальный, нормальный взгляд. Обычный взгляд обычного человека. Бах! Стрельнул в него из пальца. Он ещё стреляет, пацан, просто вот бум-бум-бум. Тупо стрелок. Ну, в общем, вот. Всё, пацаны думают о том, как, в общем, надо противостоять друг другу. Там, ну, они уже разошлись, да? Но думают, вот сейчас дед, блять, такой же, как и я. А дед думает, блять, пацан такой же, как и я. Но я буду ему противостоять, в общем. Противостояние скоро начнётся. Но тем временем какие-то хулиганы опять выёбываются. И дед решил, что он тоже может повыёбываться, но уже на этих хулиганов, соответственно. Мастер. Ну, дед их, короче, бьёт, короче, адски. Просто избивает. Просто дед всех забил. Дед молодец. Дед крутой, вообще-то. Всё, дед тоже полетит. Он тоже учится летать, как и тот пацан, который убежал. Ну, вот они сейчас будут вместе летать. Ну, как вместе? Пацана ещё нет, но, видимо, скоро будет. Дед спасает там бабулик там от пожара. Всё, короче, хорошо. Дед, короче, молодец. Дед крутой. Дед всех спас. Вот. Теперь мы смотрим на этого пиздюка. Ну, вы поняли. При этом пацан маньякич, который всех убивает, он ещё своего другана защищает. Я замечу. Типа, в нём есть чё-то хорошее, но почему-то, блядь, он ёбаный, сука, маньяк, который, блядь, людей валит просто так. Ну, типа, вы понимаете. Нет, не понимаете. Я тоже не понимаю. Ну, и ладно. Просто маньяк, который не маньяк, который, ну, биполярочка, короче, у персонажа. Всякое бывает. Нормальное дело. Ну, в итоге он их убил. Нормальное дело. Ну, вот, типа, вот с расстояния он их уже чпокнул. Ну, всякое бывает, чё нам, пацанам, да. Друган его говорит. Ты убиваешь людей. Я с тобой больше не буду дружить. А, 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 нихуя. Ну, ты даёшь. Он даже кошечек спасает. Вот настолько он хороший человек. Где-то, в смысле. Какие-то, блядь, мафиози-убийцы, которые, там, ебут баб, убивают, и себя отрахают тоже, ну, своих пацанов. Вот такие вот мафиози, короче. Якудза. Якудза! Вот как-то вот такие вот пацаны непосредственно. Ну, всякое бывает, чё. Чё может тут происходить, зайти? Дед должен это всё остановить, я считаю, срочно. Оральные якудзы такое себе. Вот, короче, злой большой якудзя, который трахает своих других якудзя. Вот он, вот он, стень сзади такая большая. Преследует маленькую девушку. Вот он готов уже. Уже преследует вообще всеми путями. Следит, как следопыт. А вот её похищают другие якудзя. Всей толпой непосредственно. Вот это я понимаю. Похищение. А, её, кстати, не убили. Её просто изнасиловали, судя по всему. Она там лежала на кровати под наркотиками. Её, короче, насиловали, видимо. Ну, типа, окей, понятно. Всякое бывает. А, не, вроде и не под наркотиками. Сейчас её будут, короче, шпилить. В прямом эфире. Сорян. Сорян, парцаны. Я вам этого не могу показать. Короче, тяночка его же катана, этого мафиози порезала ему руку и убежала. Вообще классно. Крутая. В общем, жена добралась до дома, а она вернулась. Всё хорошо. Ну, типа, нет, как, на самом деле, мафиози их теперь ищут, и они скоро придут, и они будут пиздить этого чувака и жену, и вообще всем пиздец, как бы, да? Ну, типа. Ну, и мафиози их нашли, соответственно. Они же никуда не уходили. Они сидели у себя дома, конечно. Ну, и всё понятно. Ща пацану пиздец. Он предложил деньги, чтобы жену выкупить. Типа, пожалуйста, не трогайте жену. Пожалуйста, не трогай жену. Умоляю тебя. Не надо трогать мою жену. Ну, пожалуйста. Устанет, я тебя умоляю, братишка. Братишка такой. Ну, пацана, короче, душат. Душат. Сейчас задушат, возможно. И тут появляется супердед. Супердед сейчас всех спасёт. Дед, короче, во, мочит. Мочит ублюдков. Вот, вот, вот. Оп, оп, оп. Классные, кстати, кадры. Вот так по кадру. Бам! Да, якудза-то крутой всё-таки. Бам просто. Деду плевать на удары якудза, если что. Фух, фух. Ух. Да что же ты такое? Я тебя не прощу и не забуду то, что ты натворил. Не прощу. И начинается, короче. Сейчас будет прогибчик, вероятно. Давай, опа. Удар и куда? Опа, сверху. Бам! Бам! Бам, дед, давай прогиб. Прогиб, прогиб, блин. Бам в голову. Бам, бам. Ну, деду насрать. Ну, как насрать. Он упал, конечно, но... Ну, можно срать лёжа, как говорится, да? Чего? Ладно. Короче, нет. О, дед лежит. Дед, ну, хватит уже вырубаться после каких-то жалких пуль. Ты чего, дедуль? Дедуль, ты чего вообще? Как ты? Вот, дедуля, короче, лежит, дыхает. Чилит-вилит, короче. Нормально так. Короче, дед провалялся в отключке. Пацан тоже лежит. У него сердце остановилось. Чё, пойдёт сердце? Он мёртв. Мёртв. Что мне делать? Он мёртв. О, да я же могу. Да, у него там мега-реанимация, кстати, есть. Погодите, не получается. Но я же могу вылечить любую рану. Могу вылечить любую болезнь. Раны лечу, болезни тоже. Но вот. А как же мёртвые? Я не могу воскресить мёртвого. Почему? Почему? Нет. Бедняга, бедняга, бедняга. Я ничем не могу ему помочь. Ничего, ничего, ничего не могу сделать. Боже, умоляю. Боже, боже, умоляю. Боже, умоляю. Короче, пытается. Я и девушку спасу. Чего бы мне это не стоило. Я её тоже спасу. Пожалуйста, вернись к нам. Живи, живи. Пожалуйста, открой глаза. Фу. Что, получилось сейчас? Я не до конца понял. Да, кажется, ничего не получилось. Жалко. Жалко, короче, парня. Нормальный был парень. Такой, правда, слезняк немножко. Что Якудзе надо убивать самому. Надо первым. Первым атаковать. Бей Якудзе первым, короче. С ноги так. Вааа. Якудзе такой. Нееет. Кисаме. Вот он начинает. Якудзе такой. Нани. Кисаме. И ты вот на, 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 на. Палкой избиваешь, короче, своими автоматами. И там. Короче, надо, короче, пиздить этих Якудзе, я считаю. Чтобы они такие. Нани. Кисаме. И нормально. И все. Небольшой гайд, как справляться с Якудзе. От Александра Шадова. Принимайте. А, не. Пацан жив все-таки. Пацан жив. О, что я? Я. Что с Фумиту? Где она? Похоже, ее похитили. Нет, опять. А. 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 Баааа. Какая грусть. Ее похитили. Так ты бы хоть что-нибудь, блять, сделал. Своими деньгами, блять, бросаться. Сука, достал бы автомат Калашникова и просто ты-ты-ты-ты-ты-топа Якудзе. Эхем. Да. Дед полетел. Дед полетел бить непосредственно Якудзе. Вот так и надо с этими Якудзе. Якудзе нужно бить всеми силами, ребят. Вот он и зашел. А здесь Якудзе сидят и тусят. Смотрите. Вот туса Якудзе. И дед, пау-пау-пау Сейчас будет битва, короче Вот он, он пришел ко мне, этот дед Вот сейчас будет драка Вот он, вот он, вот он Короче, Якутза опять в него выстрелил, все нормально Причем выстрелил много-много-много-много-много-много-много раз Ладно, покажу вам драку, смотрите Причем мне нравятся вот эти большие кадры Бам! Прикладом Бам! Еще раз прикладом Бам, дедуля, короче А дедуля ответил И дедуля ответил сильнее, чем огромный Якутза Ну, дедуля-робот просто Мой дедуля-робот, мой дедуля-робот Вот так вот Красота Полетел, полетел Якутза Летет перелетный Якутза, короче Он такой И полетел, ладно, простите, да Мой японский оставляет желать лучшего, да Побежденный Якутза угрожает, что найдет всю его семью, там все дела Даже после того, как он умрет, ему его не остановить Другие Якутзы будут убивать его семью, короче Ну вы поняли Вы поняли А босса на Якутза пытается сопротивляться Но дед-то, дед-то силен Сейчас посмотрим, насколько силен дед Деда массово расстреливают, кстати Он просто посмотрел очень расстроенно на мужика Ну и пошло Ну и деда начали расстреливать Расстреливать, расстреливают, 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 расстреливают А он не расстреливается Ой, блин, он активировал камеру опять Всё, самоноводяжки активировались. Упс. Упс, мужики, кажется, сейчас сдохли все. Дед, кстати, на воде. На воде, в общем-то, работает. В общем-то, вот. А всех остальных он просто обезглазил, так скажем. Ослепил, но вроде обезглазил прям в прямом смысле. Как же якутза злы на то, что их обезглазили? Как же они злы? Зачем ты сюда пришёл, старик? Чё ты от меня хочешь? Это бессмыслица какая-то! Короче, дед спас девчонку. Дед молодец. Тем временем друган студента думает, как бы убить непосредственно своего другана, тоже студента, школьника этого тупого. Вот-вот думает, как бы убить, как бы убить. Ножом подойду, ничего не получится. Господи. Господи, что я надеялся найти? В интернете пытается найти, как убить киборга. Пацан нашёл деда! Вот и дедушка, вот и пацан. Вот они встретились. Но пацан не который робот пацан, а друг робота пацана. Ну вы поняли. Пацан притворился, будто он в беде. И непосредственно, вот смотрите, вот смотрите, заманил старика к себе. И говорит, вы такой же, у меня есть друг, и он такой же, как и вы. Что? А, значит, это тот молодой человек? Вы его знаете, этот мальчик? То, что он творит? Да. Я его знаю. Короче, пацан понял, что перед ним находится настоящий герой! Настоящий герой, который спасает жизни, лечит рак, вообще-то, и убивает у блюдских. Якудзо! Якудзо убивает он. Молодец! Гений! Просто молодец! И он хочет попросить его, что да, герой, вы потрясающий, пацан плачет. Я, нет, я не герой. Я, 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 я. Я не тот, кем ты меня считаешь, пишет дедушка скромный, говорит, да? Остановите хиру, остановите этого ублюдка! Как это? Найти там это, найдите их родителей там, да? И вот это все. Вы поняли, как это? Да, блин, я мем забыл! Проклятый сука мем! Пацан ему говорит, чел, ты не робот. Ты не робот, ты. Ты настоящий, в общем-то, человек. Ты настоящий добрый, добрый и человечный, добродетельный и вообще человечный человек самый в мире, в общем-то. Единственный. Короче, хиру пришел в чужой дом, хотел убить батю, батю хотел убить, а батя уже умер! Ну, не своего батю, чужого батю, чужого батю хотел убить. А батя, он уже мертв, блядь, он уже мертв, понимаете? Он уже умер, 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 умер непосредственно. Жалко пацана, жалко пацана, соответственно. Да, девчонка там пришла. А тут, блядь, не он умер. Почему? Потому что, блядь, бандиты здесь. Бандиты уже покуролесили. Один из бандитов сзади к нему подходит и ножом так его... Вот такой тюк. А нож погнулся. Нож-то погнулся. Нож не может прогнуться, да. В общем, чел убил бандитов неожиданно. Воу. И спас девочку и маму. Воу-воу. Вот это он дает, спаситель. Дед учится контролировать свою силу и систему. Ну, вы поняли. Дед обучается и пацан ему помогает. Вот она. Ну, вот так вот. У мамки Хироу, короче, рак поджелудочной железы. А у деда, короче, он научился стрелять, бомбить и уничтожать. Ого, ничего себе. Дед уничтожитель просто. Дед истребитель. Истребитель мощнейший. Вообще, вообще супер дед. Дед стал сам телефоном. Его подключили к USB. Он скачал всю технологию телефона. И теперь он тоже телефон. Что? Ну, круто. Вот такая картинка, где дед и самолет. Дед и самолет. Залетел высоко и разговаривает по телефону с пацаном, в общем-то. Мило. Взлетел до уровня спутников. А чё ему? Ну, вот и дед занимается лечением детей больных и вообще людей. Ти держись, малыш. Он берёт, прикасается, лечит. Ого, ничего себе. Ау, чел плачет. Идём. Эй, эй, вы. Эй. Эй, вы, постойте. Мы сегодня смогли спасти только одного человека. Нам надо бежать. Вы герой, вы герой, плачет, чел. Вы сами, что ни на есть настоящий супергерой. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Мы давно ждали, когда вы нас посетите. В нашей больнице очень много больных в фритическом состоянии. И неизлечимо больных. Пойдёмте, господин. Я больше никому об этом не расскажу. Обещаю. Вот так вот. А он всех лечит. Ой. Зараза. А бумагу... Что, порезался о бумагу? Чего? А? Я снова нормальный? Чего? Лол? Хиру спрашивает у мамки любимой, которую он сейчас спасать решил. Что было бы, если бы я оказался тем самым убийцей, о котором в новостях сообщают. Она сказала, я бы покончила с собой. Ну и правильно. Твой выход, мамуль. Давай, кончай. Хиру, короче, преисполнился и говорит. Думаю, я перестану убивать людей. Всё кончено. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй. Пацан, чё ты делаешь? За хиру гонятся агенты теперь. Агенты его ищут. Но он их на изи побеждает, конечно. Все узнали, что он убийца. Лол. Ну вот мы и дошли до пятого тома. Вот и пятый том. Нормально. Половина, половина пути пройдена. И это хорошо. Честно, вот на данный момент, на данный момент, во-первых, манга читается очень легко. Иллюстрации офигенные. История интересная. Она такая относительно камерная, про двух людей. Но она относительно интересная, потому что оба персонажа прописываются и прописываются нормально. Ну, блин, ладно. Хиру долбоёб какой-то странный, конечно, мутный. Мутный, странный, долбоёб. Старичок прописывается хорошо, старичок интересный. Хиру просто мутный, странный хуесос. Не знаю, зачем его таким сделали. Странным и мутным хуесосом. Ну, типа, допустим. Ладно, пусть будет так. Манга довольно классная, честно говоря. Красиво нарисована, сделана довольно талантлива. В общем, респект. Вначале я так и скажу. Сейчас мы будем заканчивать читать. Вторую половину надо бы ещё завершить. Пока что мне всё очень нравится. Замечательная манга. Всем рекомендую. Прикоснуться к этому добру, наверное, следует. Читайте. В школе сообщают, что Хиру разыскивает полиция. Лол. Ну и чел скрывается, соответственно, у своей одноклассницы дома. Ну, типа, а чё ему? А чё ему? Изи. Надо прятаться. А чел их убил, пытался, ну как пытался убить. Он подошёл к ним, когда они спали. Бабушка и вот девочка, вот с которой одноклассница. Вот так вот пальчики приставил. Он так убивать же может. Вот, вот мудак. А ему плохо. Ему плохо, на самом деле. Вот он взлетел, там переживает. Всё, потеря, и у мамы куда-то исчезли теперь. А, не, он продолжил убивать людей, чё-то вот. Бля, господи. Блин, он просто всех перестрелял, этих журналистов. Пиздец. Просто разоразнёс. Ну, его мамка покончила с собой, очевидно. Ну, и все в интернете, короче, злорадствуют. О, и он им пишет, я вас убью. Ёпт, а идентификатор как может включить? Да, правда, он полиция, лол. Я убью вас всех. Он теперь нацелен на два оч... Лол, лол, лол. Блядь, он будет убивать двачеров. Кайф. Кайф, блядь. Мои мечты исполняются. Тупо, тупо японский двачер сидит такой. О, ты меня не найдёшь, короче. О, ты-то боё, не найдёшь меня. Не найдёшь меня, ты-то боё. Не найдёшь меня никогда. Я не найдёшь. Ого. Не найдёшь меня. Нет, нет. Кажется, нашёл. Ой. Ой, господи. Бля, он подключился к его монитору. Пизда тебе, двачер. Двачура, сука, тебе пизда. Ну всё, ему пизда, короче. Нашли. Двачера, его мамка, наверное, мертва. Вообще все мертвые. Короче, его расстреляли. Я же просто... Я просто троллил! Я просто троллил! Я троллил! Не убивай меня, пожалуйста! Да. Вот такие крики я хочу слышать. Я же просто троллил, блядь, и просто топором, блядь. Да, сука, ублюдский, блядь, сука, двачер какой-нибудь, да? Какой же кайф. Как круто расстреливают двачера. Кайф. Бля. Нихера себе, я буду убивать вас по порядку, начиная со второго поста. Браво! Мое почтение, хиру си сигами крутой чел. Дожидайтесь своей очереди. Да, 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 блядь, я болею за этого парня. Сука, как душевно. Он был таким хуесосом, а теперь стал классным персонажем, неожиданно. когда начал убивать всяких троллей интернетовских вот это круто и он их убивает кстати убивает убивает нормально одного за другим покажи что ты можешь со сигами у меня третий разряд по карате я тебе пизды дам девочка к нему это подходит у которой же это говорит блин наконец-то бы поймали того кто это сделал почему тебе приходится страдать он такой разве я тебе не рассказывал убийцы это я это я убил всех этих людей сегодня несколько десятков прикончил кайф девочка отвечает глупая он убивает людей ладу простите он отправился с девчонкой в полет ну и правильно надо полетать девчонкой вот самолет опять летает всегда блять над этим городом летает самолет вот вот так классика всегда взлетаешь а там всегда самолет но вы знаете знаете эти эту японию везде всегда самолеты очень большая плотность самолетов всегда летают самолеты без остановки просто девочка кричит не оставляй нас не оставляй нас бабушки ну ты убийца и мне плевать я хочу чтобы ты остался с нами не уходи пожалуйста пожалуйста не уходи хорошо я останусь тобой навсегда в общем вот они приземлились все нормально а вот ее херу блять исцелил блять чё с этим пацаном не так нахуй а ладно хорошо я вообще не понимаю его мотивацию почему он то валит всех подряд просто рандомно убивает просто ни за что ладно 2 чиры 2 чиры реально блять заслужили как бы они на него наехали проявили агрессию там уничтожили его жизнь на его мать ругались заставили убить себя да то есть окей с 2 чирами мотивация чисто прописано но блять он до этого просто ходил и убивал ни в чем не повинные блять семьи а теперь блять он спасать чего блять человек рандом сука нейтрально хаотичный судя по всему перед нами персонаж просто нейтрально хаотичный да теперь он всех исцеляет чего блин а вот и спецназ короче нагрянул в их дом и сейчас будет короче разгром убийство девочка в туалет бежит соответственно опа а тут спец ёбаный нас короче расстреляли hero ну и нормально бабульку убили девчонку убили кстати эх зря ну он их конечно сам убил в итоге этих нападавших вообще изи но бабуля то и девчули то умерли они ему нравились они ему нравились да грустно 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 вот он убегает 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 улетает улетает убегает прыгает кладет старушку и девчонку с которыми он жил простите простите а ведь все могло закончится иначе если в самом начале не убивал кучу блять людей например просто так рандомных да но все сисигами врывается этот hero сисигами врывается в полицейский участок бах бах бум короче расстреливает всех вокруг уничтожает все что движется все вокруг убиты все вокруг короче ничего не могут сделать все просто в шоке а нехер спецназ посылать к обычному обычному японскому мальчику роботу выше вы чего не смотрели фильмы про мальчиков роботов они довольно опасные мальчики роботы сисигами сисигами вот он стоит такой пафосный в капюшоне такой кира которого мы заслужили да нет да нет нихуя не он да ну и ладно нормально 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 расстрелить и пошли так ду 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 ему плевать вы чё хули он хули творил где его ствол ну короче снайперы тер на него нападают там его отстреляли опять короче он вышел с полицейского участка там много кого убил не всех убил но много кого да и тут короче его снайпер подстрелил да ему плевать чё ему эти спецназовцы снайперы до 1 хуйня его расстреляли со всех сторон на меня каждый день, блядь, так расстреливают. Вообще детский сад, короче. Детский лепит, а не угроза. Мы, настоящие русские пацаны, вообще такую хуйню каждый день переживаем. Нам-то чё? Для японцев это какие-то суперсилы. Ну, он, короче, пробивается. Ничего такого ужасного. Ну, стреляют и стреляют, как говорится. Ну, вот пули и пули. Бум-бум-бум-бум-бум. Всё нормально. Ну, вы помните, как дед убил Якудзо? Да, вот так же и пацан убил полицейских. Кстати, девочка и бабушка живы остались. Он их, видимо, отхилил. Блин. Да блин, ну чё за фигня? Опять надоели эти отхилы внезапные, честно говоря. Довольно странные подхилы, как мне кажется. Дочка деда узнала, что он этот колдун-робот. Хироу делает выступление. Я буду убивать по 100 японцев в день, пока не убьют 120 миллионов. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Какой же он тупой, блядь. Ладно, прошу прощения. Господи. Я хочу убить вас всех, но как же ты будешь их убивать всех, если в день рождается больше ста японцев? Тупой ты малолетний дебил! Тупой, блядь, идиот, нахуй! А-а-а. Сука, какой же ты идиот, блядь. Тупо демография убьет больше японцев, чем он сам. То есть, негативные, в общем-то, подвижки в демографии будут убивать больше, чем этот чел. Ну, блядь, 100 человек в день. 100 человек в день, блядь. Всего-то. Ну ты чего, чел? Ну, разочаровываешь меня. Ну, и он начал убивать японцев, конечно, он начал убивать японцев. Молодец. Расстреливает их через мониторчик. Это его фирменный прием. Расстреливать через монитор. Они умирают их, убивают. Вот такая вот история. Хироу сисиками. Я еще раз повторю, блядь, этот хироу сисиками тупой нахер. Дебил нахер. 10 тысяч раз тупой. Смотрите. Каждый год где-то, да, вот в стране размером с Японию рождается, ну, плюс-минус миллион человек. Ну, может быть, немножко минус, но в любом случае. Миллион делим на 365. Получаем 2739 человек прибавка. Ну, минус смертность там, да. Смертность может превышать рождаемость. Это очевидно. Ну, вы понимаете, что вот эти вот 100 человек в день, когда нужно по-хорошему 2700 убивать, и то это не очень быстро, как бы все произойдет, да, скорее всего. Если вы будете каждый день по 100 человек убивать, вряд ли вы истребите всю Японию. Даже с отрицательной демографией. Как-то так оно получается. Ну, в общем, лох. Лох ваш, хиру сисигами. Вообще нихуя не страшно. А коронавирус страшнее, короче. Я не знаю. Все что угодно страшнее, чем хиру сисигами, блядь. Гриб. Гриб страшнее, чем хиру сисигами. Простите. Суперзлодей великий просто. 10 из 10. Блин, главная на самом деле проблема этой манги заключается в том, что старик классный, но глупенький такой, наивненький, прикольненький, забавный. Но, блядь, главный злодей вообще какой-то хуй просто хаотичный. Причем это никак не объясняется. Просто какой-то школьник, блядь, с уровнем интеллекта черепашки маленькой. И, в принципе, его просто как-то вот-вот носит в разные стороны. И он какую-то херню делает. То кого-то любит, то кого-то не любит, то кого-то защищает, то у него опять что-то не то. То он всех лечит, то калечит. То убивает 100 человек в день. То, блядь, такой, я убью все население Японии, по 100 человек в день. Ты, блядь, миллиард лет будешь их убивать с таким вот темпом. Чел, как бы. Чел, успокойся. Надоел. Бля, только не это. Фильм будет по этому, да? Круто. Бля, боже мой, ну нахуя? Блядь, настоящие человеки, это страшно. Бля, реально настоящие человеки, кажись. Блядь, ладно. Не, на самом деле, манга очень хорошая. То, что персонаж бесит, это хорошо на самом деле. То, что он тупой, блядь, ублюдок, сука, мразь. Да, это отлично. То, что он вызывает какие-то эмоции. Если персонаж вызывает у вас какие-то эмоции, это лучше, чем безразличие. Значит, на вас это сработало, да? Может быть, он специально так и задумал, чтобы... Ну, блядь, какой ты нахуй тупой! Да, вот-вот. Может, в этом и вся суть была непосредственно. Чтобы вы вот так вот орали на него. Вполне возможно. Очень хорошее произведение в целом мы читаем, да? Но у меня есть подозрение, что фильм выйдет говном. Потому что прям сразу, почти автоматически, если фильм по этому выйдет, скорее всего, будет говно. Японцы хуёво снимают фильмы в среднем. Так-то есть подумать, да? Особенно фильмы по аниме и манге очень хуёво получаются. Потому что надо сократить, ну, в Сочи, да, аниме и манге, сократить огромное содержание. Вот настолько. Да. Дед заставляет всех избавиться от смартфонов. Дед, крут. Но чел может через мониторы стрелять. Он тоже крут. 98, 99, 100. Сегодняшняя квота выполнена. Ну, вот и всё. Подробный заход. Аааа! Пробный заход, простите. Закончен! Окончен, окончен, короче. Отлично. Изи. Опа, он умнеет. Смотрите, с завтрашнего дня буду убивать по тысяче человек в день. Так что ждите. Завтра ещё увидимся. Уи-и-и. Вот и самолёты начали падать. Вот это моё почтение. Красиво нарисовано падающие самолёты. Ммм, как дождь. Дождь из самолётов. Вот это да. Вот это сильно. Дед залетел. Дед пошёл. На реактивной тяге из пердака полетел, короче, сражаться. Ну, дед пытается посадить один из самолётов. Но у него чё-то не очень получается. Посадил самолёт на воду, дед. Смог, справился. Ну, крыло там, правда, отбило. Ну, ну и ладно. Люди-то живы. Это самое важное. Ой, и он не один самолёт посадил. Смотрите, здесь много самолётов уже стоит. Вот это да. Короче, дочь деда попала в передрягу. Там она в горящем доме, на вершине дома. Лифт не работает. Всё плохо. И тут Хироу находит старика. Это был ты? Кто ты? Ты мне помешал, сучка. Дед старый пердун, блин. Бах! А? Ты такой же, как я. Чёл, ты его уже видел. Алё, проснись. Ну и вот робот-бэтл пошёл. Схватка. Папочка, спаси меня, кричит девочка. А тут эти дерутся. Расстреливают друг друга. Бах-бах-бах. Голова разошлась. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бах. Бум. Дед отвечает. Тоже стреляет. Они пальцами перестреливаются. Как это хуёво выглядит, на самом деле. Они бы хоть дулу там прорисовали в пальцах, чтобы это было видно. А то когда они из пальцев стреляют, тем более из мониторов, вообще какой-то кринж на самом деле Вот и рука пацана И вот они, бам-бам-бум, они взлетают Летят оба, сражаться Сражаться! Сражаться надо! Сражаться! И вот они, вверху, наверху уже летят, летят, летят У деда голова отстаивается, бух-бух-бух, расстрел космический Вот они, си-си-гами кум, пух-пух-пух, бах-бах-бах Дух-дух, папа-папа, блядь, папа, спаси меня нахуй, кричит девочка, а не расстреливается Она, ха-ха-ха, папа-папа, блядь, спаси меня, папа-папа, спаси Бум-бум-бум, блядь, ды-ды-ды-ды Она в горящем здании, в здании, в котором находился один из самолетов Звонок оборвался, она в опасности, она не могла, она не могла и дальше сама разговаривать Да-да-да-да-да-да-да, вот такая вот история Дед активирует супер-атаку, мега-расстрел Кабс, да, короче, ему конец, или не конец, это только начало, еще в переводе А это восьмой том, кстати Значит, камень конец, уже почти, уже почти, 20 томов, 20 глав осталось Все, мы приближаемся к финалу На самом деле, бам, все, чел падает, но камера-то вдруг включается, когда он падает И сейчас тоже мега-удар И в деда все, бам, да, конечно же, по классике И вот они сражаются, дед против молодого хироу Молодой хироу взлетает, у него активируется все оружие Они друг в друга стреляют мега-атаками этими взрывающимися, бах Полеты, взрывы Выглядит довольно круто, нарисовано, классно В общем, вот оно, реактивные двигатели, они оба в полу-бессознательном состоянии Но продолжают драться, и вот они смотрят друг на друга И-о, и-о, че такое, блядь? Опа, дедок стреляет в молодого Молодой стреляет в дедка Они уворачиваются, они летают, они че только не делают Во-во-во-во, головы-то, джи-джи, смотрят друг на друга такие Вот они уже высоко над спутниками И вот он, дед, взрывает, блядь, спутник Че, блядь, дед, че ты делаешь, сука, нахуй Чего, блядь, ты разъебался чем? Что? Куда? Дед разъебал спутник и напал на мелкососа этого И началось... О-о-о-о, голову раскрывает ему Отрывает ему руки Вот это мега-дед Мега-дедок, конечно Все, фаталити, фаталити с разрывом рук Мое почтение Вот так вот, вот так вот оно и должно выглядеть Вот так вот и должны работать Настоящие профессионалы Ну, Мари, кажется, откинулась Но дед ее сейчас спасать будет У нее же суперсила есть А, а, Мари, Мари, не может быть Не поступай так со мной, не поступай Мари, не покидай меня, я спасу тебя Да спасай ее, дед, давай Давай, блядь, это твоя дочь, сука, ты тупой Давай, не тормози, не ной, работай Вот Ну, не она кашлянула Кажись, жива Кажись, жива Он ее откачал, да, только что Да давай, блядь А, а, у, и Ну, давай, дед, блядь Ну, откачай дочку-то Мари, Мари Спасибо, господи Короче, она такая жива Жива, нормально Ну, в общем, дед спасает всех в городе Пытается спасать как можно больше людей В общем, работает, старается Пашет, и вот он Вот он такой старательный И всем, короче, помогает Про него в ютубе пишут Все гордятся дедом И он понимает, что он рожден Именно для этого момента Блядь, херу напоили водой Мудаки, какие-то люди мимо проходили Напоили этого идиота водой Суки, дупые, мрази, блядь Я зол Блядь, безрукий робот Оказался, в общем, у своего друга бывшего Ну, который помогает старику Привет, ха-ха-ха Хеллоу Хеллоу, блядь Привет, братиша Привет, брать Короче, херу свалил Все нормально Дед еще и мира от астероида спасает Вот же он крутой, да? Вот же классный дед Победитель В общем, дед продолжает спасение От астероида нашей планеты Там много, кстати, прикольных кадров было Когда вот все узнали, что эта хуйня произойдет В общем, он продолжает дробить У американцев нихуя не получилось Ядерные ракеты их не сработали А дед долбит Вот Он продолжает сражаться Ему говорят Дед, прекращай Не надо, не надо Зачем ты это делаешь, дедушка? Чего ты хочешь, дедуля? Хватит, прекращай Побудь семьей А дед Бьется до конца И вот появился херу И херу, кстати, молчит Они молчат, они поднимают руку Я знал Знал, что ты тут будешь Что ты тут делаешь? Я решил попробовать изменить его траекторию Но почему? Даже у меня есть те Кто мне не безразличен И я не хочу, чтобы Сион или Тёко умерли Нихуя себе Я уже сделал всё И мне негде тут заправиться водой Что в наших силах? Нет, не всё Я всё ещё могу изменить его траекторию Зарвав себя Помнишь, как нас превратили в роботов? Те голоса говорили о том, что мы обладаем силой, способной уничтожить Землю Я уже прогнал в голове симуляцию Если я встану на этом месте и самоуничтожусь Этого будет как раз достаточно, чтобы отклонить эту голыбу от столкновения с Землей Можешь взорваться Но У меня есть одна просьба А какая? У меня больше нет рук Тебе нужно пальцами надавить на мои глазные яблоки Это активирует механизм самоуничтожения Как только ты активируешь его Ты должен немедленно улететь отсюда Ну не, нормально Ещё и заканул Хрен знает, нормально или нет Но типа прикольно, ладно Ну вот и активировали соответственно аппарат самоуничтожения Бам-бам Херу взорвался Вот это я понимаю И надеюсь, он отклонил этот метеорит Да, метеорит вообще разнесло на куски Дедуля в космосе летает спокойно много красивых картинок он взорвал себя hero ладно я буду вас ждать что что такой стоп этого было недостаточно о о нет все еще о боже что с блин господи блин а стоп ну почему что произошло то почему он же просчитал траекторию то есть зачем 2 рассчитать траекторию если в первый раз не просчиталась типа блин дед видимо чему быть того именно не миновать простите что не сдержал своего обещания ну дед тоже решил салф хармутся короче до свидания дед решил тоже убить себя массовый суицид роботов под конец но сейчас убьет он себя он сидит пока да чем дольше посетишь тем лучше дед конечно цветочки там цветочки поля растения мари его жена этот пиздюк прости мари прости мари прости таки такисы ханако о боже мне так жаль прости ханако бедный пёсель будущее псины бля его разнесло тоже разнесло всех разнесло всех разнесло в итоге всех убило нормально 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 сильно все таки а нет красиво кстати очень круто нарисовано действительно нарисовано хорошо так душевно последняя предпоследняя глава ну вот все последняя глава впереди. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот всё и закончилось. Ну, собственно, вот. Там, в принципе, рассказывать нечего. Там завершаются все основные арки. Завершаются нормально, хорошо. Ну, чего? Отличная манга. Сейчас я сделаю вступительную как раз речь о том, какая она. А потом вся спойлерная часть пойдёт. В общем, спасибо за заказ. Если что, Егору большое спасибо. Егор Казакон. Ой, не, не Казакон. Егор Мир Меркин или как там? Егон Менкин, да? Как я там назвал? Большое спасибо. В общем, отличная манга. Мне понравилась. Стильно, модно, молодёжно, нарисовано. Классно. Всё. Сейчас я всё подготовлю. Спасибо тем, кто смотрели. Друзья, приходите на стрим и буду вас там ждать. Всех буду рад видеть. Давайте.